Но инциденты на дорогах случаются не только из-за ям. Больше 70 аварий произошло на кировских дорогах с начала года из-за отсутствия разметки. Так, например, во вторник, 20 мая, автомобиль сбил 13-летнюю девочку. ЧП случилось на перекрестке Милицейской и Володарского. По словам сотрудников ГИБДД, на этом участке не было предупреждающих рисунков. Кто следит за разметкой на городских улицах и какой она должна быть, расскажет Елизавета Халикова. Не успели сотрудники ГИБДД начать проверять дороги, сразу нашли нарушение. Знаки установлены не по ГОСТам, а значит водителям их не видно. Кругом одни ямы, а от разметки не осталось и следа. О подобном сотрудники ГИБДД регулярно сообщают владельцу уличной дорожной сети, то есть в городскую администрацию. Вынесено определение об осуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Направлен вызов администрации города Кирова на составление протокола. Также по данным недостаткам будет выдано предписание, на устранение данных недостатков. Предсмотрена административная ответственность от 10 до 20 тысяч рублей. Постановление выносит суд. Из-за отсутствия дорожных ориентиров в нашей области происходит каждая пятая авария. А исчезает разметка с дорог обычно спустя три месяца после нанесения. Виной всему краска, которая достаточно легко стирается под колесами машин. Однако в этом году дорожники впервые решили применить новые технологии, которые, кстати, уже давно используют в других городах. Когда весь город спит, на улицы выходят они, рабочие, которые рисуют разметку на дорогах. Уверены, ночью это делать эффективнее, поскольку не мешает транспорт и разметка успевает высохнуть до утра. Чтобы нарисовать одну зебру, необходимы два рабочих и одна машина для нанесения пластиковой разметки. Делается все вручную. Сначала отмечают контур мелом, затем проходят термопластиком. Не застывший он похож на краску, только более густую. По словам специалистов, этот материал от перепадов температур не разрушается. Сейчас заключен договор на термопластике. Начали работать по пешеходным переходам уже с термопластиком. Более долговечный, чем краска. То есть, если у краски срок от трех до шести месяцев, то здесь в течение года там держится. Но даже там, где разметка есть, пешеходы не всегда уверены в своей безопасности, переходя дорогу. Напротив ДКЖ железнодорожников там есть зебра, но там машины никогда не останавливаются. Поэтому даже с коляской там не рискуем переходить. Как рассказывают специалисты, за сутки в нашем городе обновляется до восьми пешеходных переходов. С начала сезона их было нарисовано около сотни. Однако большую часть разметки в городе будут наносить после ремонта дорог в середине лета.